Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Продолжаем недельную главу на Ах. Рошходыш Тов. Хорошего нового месяца, который называется Мархишван. Почему этот месяц называется как бы Горький, Мар? Потому что у нас нет праздников. Есть у нас Шабаты. Но праздников нет. Поэтому Горький. Но мы должны добавить заповедей. Как бы. Если бы мы взяли кофе и посластили, добавили в него сахара немножко. И тогда вкусно получается. Вот так мы должны добавить заповедей, чтобы у нас был хороший месяц Мархишван. Вернемся к главе на Ах. На Ах выходит из Ковчега. Всевышний благословляет На Аха, Шема, Хама, Ефика. Семьями. Сказал им всем плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. На Ах берет невероятное жертвоприношение, устраивает. Взял На Ах из всех чистых животных, из всех чистых птиц и принес на жертвенник. Мы с вами знаем, что Татура пишет, что на жертвенник приносятся только домашние животные. Дикие животные никогда не приносятся на жертвенник. А вот птички, единственное исключение, дикий голубь разрешено принести дикого голубя. Вот это и все. А здесь мало того, что домашние, так еще все в дикие. Это невероятное жертвоприношение. Их невероятное количество чистых животных, а птиц, их всего Торе перечислено. 21 нечистая птичка. Все остальные, даже на сегодня, если почитать, 9 тысяч чем-то видов, которые ученые насчитывают, все остальные получаются чистые. То есть невероятное жертвоприношение. Ну, это один раз было такое чудо, такое событие. Потом странная очень история. Наах насадил виноградник, изготовил вино, на радостях выпил, опьянел. Сын его, Хам, увидел отца в таком состоянии, что он разделся. И он надсмеялся, вышел над ним, рассказал своим братьям. Тогда братья его зашли в шатер, не глядя на отца, спиной к нему. Взяли его одежду, одели его. Когда Наах проснулся и понял, что сделал с ним его сын, он говорит. Будь проклят Кнаан, рабов рабов будет у братьев своих. Благословит все сильный Шема и Ефета. Кнаан будет им рабом. Возникают вопросы, что это такое? Ну, увидел отца голым. И, ну, что, за это надо его проклясть, Хама. И тем более не его, а его сына. Как это так? Да, не ходят, есть традиция, что не ходить с отцом или с тестем в баню. Но там ей написано, что она проклясть. И наша устная традиция нам открывает, что же произошло. Кнаан зашел к дедушке, к Нааху, в шатер. Увидел эту картину. Пришел, сообщил, что он увидел своему папе Хаму. Хам зашел, это увидел. И он решил, значит, если у его отца будут рождаться еще дети, то тогда землю будут делить на количество детей. Он решил, хватит ему трех сыновей Шема, Хама. Ефи-то говорит. И решил исправить ситуацию. Он взял и кастрировал своего отца. А такой страшный, зверский поступок он завершил. Когда Наах пришел в себя и понял, что произошло, он сказал, Ты не дал родиться моему четвертому сыну, так я прокляну твоего четвертого сына. И Кнаан был четвертым. Первым был Куш, это Эфиопия. Вторым был Митсраем, это Египет. Третий был Пут, это Ливия. И четвертый был Кнаан, Кнадский народ. Так он проклял Кнаан. И почему он не проклял самого Хама, который это зверство совершил? Дело в том, что мы с вами считаем, что Наах, Шем, Хам и Ефи были благословлены Всевышним. Когда вышел из Ковчега, Всевышний их благословил. От того, кто благословен, проклясть невозможно. И так Кнаан проклят. Как мы видим, доказательства того, что у Нааха больше не было детей, написано, и жил Наах после потопа 350 лет и умер. И не написано, как за всех его предков, что рожал сыновей и дочерей. Потому что рожать он больше не мог. Вот такая страшная история произошла. Такая ситуация страшная. Значит, теперь интересно рассказывает Равец Хагзильбер. Он говорит, что был раввин. Один раввин, он 16 лет посидел в сталинских лагерях. И когда ему исполнилось 70 лет, он сказал, что я в этом году умираю. Равец Хагзильбер говорит, ты в этом году не умрешь. Прошел год, 71 год ему, он говорит, в этом году я умру. Равец Хагзильбер говорит, ты в этом году не умрешь. Еще год, то же самое. Говорит, Ицхак, откуда тебе это известно? Он говорит, из Сторы, у меня есть доказательства. Написывало, что 600 лет, когда начался потоп на земле, возраст Нааха, 350 лет после потопа, а и год еще в Ковчеге, получается 350 плюс 600 и плюс один год в Ковчеге, получается 951. А Тора писает, что был век Нааха 950 лет, и он умер. Значит, год. Всевышний этот не считал. А что Наах делал в Ковчеге? Он был как в тюрьме. Он работал, он все время ухаживал за животными, кормил, он с них убирал. Он очень тяжелый год прожил. Очень тяжелый. И поэтому ему год этот Всевышний не считал. Вот так вот. Так говорит, и поэтому в этом году ты не умираешь. И действительно этот человек прожил 86 лет. Вот так вот. Такой был удивительный случай. Вот так вот. Потом дальше смотрим. Говорится, что дети Нааха, Шем, Хам и Ефит. Хорошо. Значит, когда Нааху было 500 лет, родились у него дети. Хорошо. Шем, допустим, первый, Хам второй, Ефит третий. Ничего удивительного, но потом напишется, написано. Шем 100 лет от роду родил Арпашада через 2 года после потопа. Как же так может быть? Если Шему 100 лет, когда начался потоп, плюс год в потопе и еще 2 года после потопа, то ему получается должно быть 103 года после потопа. Ну хорошо, не учитываем год потопа. Он тоже, как и его отец, работал в Ковчеге, завоевывал право на жизнь. то тогда наши мудрецы говорят, что Шем старший по значимости, а Ефит старший. Потому что там многоразличительная фраза, что Шем Ефит старший брат, там не поймешь, кто из них старше, но теперь понятно, Раша говорит, что вот так. Раз так написано, то старший будет Ефит. Вот так он считает. Вот так вот. А год потопа, да, действительно не учитывается. Вот так вот, потому что говорится о 102 годах. Поэтому Тора приводит по значимости. Та же ситуация будет и у нашего прадца Авраама. Звали Авраам. Написано, что были дети у Гарана. не у Гарана, а Тераха. Авраам, Нахор и Гаран. Хорошо. Получается, что Авраам первый, Нахор второй, Гаран третий. Ну, ничего. Так есть, но потом мы читаем с вами, что Аврааму сто лет, когда родился у него сын Ицхак, а Сара родила в 90 лет. Разница между ними 10 лет. Хорошо. Если Гаран отец Сары, то в каком возрасте он должен был родить Сару, чтобы она была на 10 лет младше его старшего брата Авраама. В каком? И получается, что в 8. Тоже удивительное место. Талмуд пишет, что мальчик может зачать только в 9 лет. Девочка в 7. Тоже это удивительное место. И скорее всего надо понимать, что Авраам был стоить на первом месте по значимости своей, по праведности своей. Вот так вот. То есть не все так в жизни просто. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Владира бен Григорий, Павел бен Ефим, Самый бен Герш, Хая Малка бот Йоси, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Памяти Яков бен Нахум, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Шумон бен Мира, Фейга бот Берта, Берта бот Фейга, Лена бот Клара, Жеря бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мириан, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф Давид бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазл Парнаса, Сгула Ирина Батури, Орона Ре бен Нури, За Гороший Духа, Орона Ре бен Двойра, Днис бен Ахум, Абигаль Бацара, За Парнаса и Бриют, Владимир бен Рая, Марина Батрая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем всего самого наилучшего, Всем браха Парнаса Кавана, Что мы это время не грешили, Читали Тору, Всем всего еще раз наилучшего, Пусть закончена эта страшная война, И до следующих встреч, Надеюсь у нас состоится завтра в 15.30, Шалом!